Со следующего года в России планируется ввести запрет на экспорт необработанного круглого леса. А это значит большинству желающих сохранить свои позиции лесозаготовителей придется переориентировать свою работу, занявшись и переработкой древесины. Вкладывать средства в переработку власти призывают лесопромышленников уже много лет. В качестве стимулирующей меры с 2019 года начали действовать так называемые запретительные пошлины. Постепенно пошлина на ввоз кругляка росла, а в этом году ее размер достиг уже 80%. С 2022 года в стране планируется ввести полный запрет на вывоз необработанной древесины. Чтобы лесозаготовители могли сменить профиль, государство готово предоставить им льготные кредиты, причем в этом году процентную ставку снизили. В Хабаровском крае насчитывается около 300 предприятий, которые занимаются лесом. Некоторые из лизодобытчиков уже готовы переориентироваться к заготовке кругляка на его обработку. Они поспешили воспользоваться господдержкой, подав заявки на тот самый льготный кредит. При соблюдении определенных условий фонд готов выдавать средства на создание перерабатывающего производства всем желающим. Подробности выясним у директора фонда развития промышленности Хабаровского края Александр Бабошко. Доброе утро, Александр Иванович. Скажите, верно ли, что лесозаготовка перестала быть такой прибыльной, как раньше, что динамика выручки постепенно падает и вообще не очень активно снижается деятельность в этой сфере и немногие хотят дальше развиваться в этой сфере? Ну, на мой взгляд, не совсем точная формулировка вопроса. Скорее, лесозаготовка как отдельное направление деятельности предприятий лесозаготовительных со временем, наверное, может стать менее прибыльной. Да, как вы точно заметили, с 2022 года будет везен запрет на вывоз необработанной древесины, но при этом стимулируется создание производств или модернизация существующих производств по переработке леса. Что само по себе позволит тем предприятиям, которые на это переориентировались, получать дополнительную прибыль. А вот если сегодня попробовать в разрезе вот таком процентом рассмотреть, какой процент у нас лесозаготовителей, а какой процент у нас предприятий занимается лесопереработкой? Ну, по уточненным данным, в лесопромышленном комплексе в крае работает около 300 предприятий. Из них 107 предприятий являются арендаторы лесного фонда, из которых, в свою очередь, 54 предприятия обладают мощностями как по заготовке древесин, так и по ее переработке. Ну и дополнительно около 50 предприятий в крае обладают мощностями по переработке леса, но при этом не являются арендаторами лесного фонда. То есть, по большому счету, если так сказать, что жесткого разделения между лесозаготовительными предприятиями и переработчиками нет. Нет, ну, понимаем, что предприятие может обладать и тем и другим вектором направления деятельности, как лесозаготовкой, так и переработкой. Но в любом случае, если предприятие только заготовкой занимается, то им сейчас придется переориентироваться. Либо уходить совсем из этой сферы, либо взять на себя еще обработку. Ну, на самом деле, это решение самих предприятий должно быть, их, как говорится, решение, как дальше жить, как дальше развиваться или то ли оставаться лесозаготовительными предприятиями. Такое направление все равно останется, потому что, ну, обеспечивать сырьем даже переработку просто необходимо. Ну, а с точки зрения организации переработочных, какие-то производства по лесопереработке, государство окажет всеобъемлющую поддержку на льготных условиях. Если говорить о лесопереработке, начнем, давайте, с того, насколько вообще это сложно и дорого тем, кто экспортировал просто лес, переориентироваться на лесопереработку. Вот оборудование и прочее. Ну, здесь в первую очередь зависит от, как я говорил, от желания самого предприятия, от масштаба проекта, от его подхода к комплексности. Ну, например, если переработчик планирует организовать производство по полному циклу, безотходному, как говорится, производству, то, соответственно, оборудование потребуется больше и суммы потребуются больше. Или, наоборот, если, допустим, какое-то предприятие, это его решение, остановится на том, чтобы только, к примеру, распиловку леса, отходы производства, опилки и прочее, прочее, куда-то реализовывать или увозить. То есть это будет зависеть от масштабности проекта в целом. Ну, то есть начать можно с того, что просто поставить пилораму, да? Конечно, конечно. А если говорить о рынке сбыта среди тех, кто работает в этой сфере, насколько он широкий, как внутри страны, так и, может быть, экспорт? Ну, опыт работы в этой области показывает, что, прежде всего, из-за качества, конечно, нашего леса, рынок сбыта как внутренний, так и внешний есть. Ну, достаточно назвать некоторые виды продукции, это экспортоориентированные, например, это фанера, это биопосуда, это топливные гранулы, вообще известные и так далее, и так далее. Ну, традиционными, скажем, потребителями этой продукции являются страны АТР, прежде всего. Даже есть моменты, когда не совсем, может быть, логичные, но, допустим, есть востребованность нашей лиственницы, дальневосточной, в Европе даже. То есть рынок есть, как внутренний, так и внешний. Вот мы говорили о том, с чего можно начать, то есть, например, покупка оборудования, но это все, да, в любом случае, недешево. Вот в этом году и далее, какими мерами поддержки смогут воспользоваться лесопереработчики? Ну, фонды развития промышленности в своей деятельности, прежде всего, они работают в соответствии с действующими программами, которые, особенностью этих программ являются, конечно же, льготные условия. Это прежде всего, на мой взгляд, это рекордно низкая ставка, от 3 до 1 процента. Кстати, в этом году, для информации, в этом году ставка это базовая. Если в том году базовая ставка была 5 процентов, то в этом году она снижена до 3, с возможностью понижения до 1 процента в случае соблюдения определенных условий. Также сроки получения займа до 5 лет с возможностью от срочки основного долгоплатежа, что немаловажно. Ну, размер займа на региональном уровне от 20 до 100 миллионов. Если, допустим, какому-то заявителю необходимо будет более высокая сумма, то тогда есть возможность перейти на федеральный уровень. Такая возможность есть. Ну, слушайте, такие условия, вроде, кажется, сахарные, да, достаточно. А кто может получить там? Есть какие-то ограничения, требования, какие-то жесткие заявки? Ну, по большому счету, формируется стандартный пакет документов, где рассматриваются те или иные аспекты по компании. В принципе, любой желающий в этой области человек или предприятие могут это получить. Ну, то есть, среди условий нет такого, что сколько-то лет, допустим, в этой сфере уже работает? Нет, нет, таких жестких условий нет. Понятно, что это рассматривается каждый пакет документов, проводится ряд экспертиз. И как скоро можно получить деньги? В среднем, по программам региональные, федеральные уровни, где-то при условии готовности самого заявителя предоставить такие документы, оперативно отреагировать на те или иные замечания по этим документам, где-то 3,5 месяца. И в нашем регионе много ли организаций пользуются такими льготными условиями уже на сегодняшний день? На сегодняшний момент уже профинансировано два проекта по организации производства, перерабатывающего древесину. Сегодня буквально, вернее, поздним вечером, вчера на московском уровне был одобрен еще один проект компании «РУСТРАНСДВ» на финансирование такого проекта. И в ближайшее время этот проект будет профинансирован. А можем раскрывать какие-то детали, что это будет за производство? Это не секрет. Это будет расширение производства. На настоящий момент они производят пилеты, о чем я говорил, которые очень востребованы за рубежом. И сейчас они модернизируют по увеличению мощности этого производства. Такая возможность есть. Прекрасно. Спасибо вам огромное. Остается вопрос, куда можно обратиться за детальной информацией. Если кому-то нужны разъяснения еще. Если разъяснения и помощь, и точки сотрудничества в этом направлении нужны, милости прошу обратиться в фонд развития промышленности Хабаровского края. Мы там дадим необходимую информационно-консультационную поддержку и методические какие-то вещи. Наш адрес можно посмотреть на сайте. У нас есть сайт. В поисковике набирается. Там есть контакты. Милости просим, ждем. Спасибо огромное. Напоминаю, что в гостях у нас был Александр Бабошко, директор фонда развития промышленности Хабаровского края. Продолжение следует... Спасибо.